МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый выпуск программы авторазборка мы решили посвятить не какому-то конкретному пункту правил дорожного движения, а какому-то конкретному микрорайону. Микрорайону с хорошими комфортными улицами и такими же тротуарами. Речь идет о новом микрорайоне Ольшанка. Ну что, Андрей, поедем, разберемся на месте. В этот раз мы взяли не какую-то определенную тему. Еще раз напомню, взяли конкретный микрорайон. Как хотите его называйте. Есть много названий у гродненцев в отношении к Ольшанке. Все они с положительным абсцентом. Абсолютно верно, говорит Андрей, который сам живет в микрорайоне Ольшанка. Так, точно. Микрорайон новый. Вопросы здесь возникают. Но сразу вот мы подъезжаем к нему и самый первый плюс, который можно сказать, что изначально, перед тем, как строится микрорайон, вокруг микрорайона была запланирована и сделана дорога. Причем не однополосная, а в несколько полос для того, чтобы максимально быстро разгрузить микрорайон. Сергей, покуда мы будем вводную часть нашего представлять, рассказывать, как раз проедемся, наверное, по большому кругу вокруг Ольшанки. По большому кругу, конечно, условное название, потому что, если посмотреть на карту, Ольшанка представляет из себя больше на прямоугольник похожую, наверное, форму. Конечно, в первую очередь надо отметить то, что большим преимуществом явилось строительство микрорайона фактически в чистом поле. Соответственно, можно было бы изначально, можно было и было сделано, изначально спроектирована дорожная инфраструктура, а мы сейчас только о ней будем говорить. Построены достаточно комфортные дороги. Мы видим три полосы, пускай так объективно говоря, даже дальше участок, если возьмем следующие улицы, три полосы, может быть, сейчас и не нужно, но сделано все на перспективу. Мы с вами прекрасно понимаем о том, что лучше сейчас сразу заранее построить, а не потом мучаться, когда возникнет необходимость такая. Так вот, это очень большое преимущество. Если посмотреть, опять же, на ту же карту, весь микрорайон можно разделить на 4 квартала. В свою очередь, они представляют, опять же, фактически прямоугольное, и вот такое достаточно простое отделение, оно и в какой-то степени и объясняет удобство в передвижении польшанки. Каких-либо здесь заторовых пробок, заторовых ситуаций, пробок я, честно, не наблюдал. Ну, исключение может составлять, если что-то произошло на дороге, либо выполняются какие-то дорожные работы. В каждом квартале есть свои объекты тяготения. Насколько я знаю, встречал цифру на территории Ольшанки, порядка 150 больших и маленьких торговых объектов. Есть две школы. В прошлом году открылась к 1 сентября самая большая школа на территории нашей области, школа-гигант, это школа номер 41. По диагонали в другом квартале 39-я школа, в каждом квартале есть детские сады, достаточно много объектов тяготения. Особенностью Ольшанки является то, что именно здесь начали массово строить дороги-дублеры, которые проходят, фактически в каждом квартале имеется той или иной протяженности. Они делают передвижение гораздо комфортнее и удобнее. Чуть позже мы с вами обратимся, почему же это так. Ту тему, которую ты поднимал, дороги-дублеры, что ты имел в виду, вот пока мы ездим, скажем так, в разрез Ольшанки по Агинского, где они вот здесь находятся? Дороги-дублеры, опять же, они находятся в каждом квартале той или иной протяженностью. Расположены они параллельно проезжей части основной. Справа и слева. Справа и слева. Какие же в связи с этим появились преимущества? Очень хорошее преимущество в том, что сократилось количество прямых выездов с каждой дворовой территории. Вот представьте, если бы сейчас из каждой дворовой территории, ну или хотя бы из половины из них, были бы прямые выезды на дорогу. Это, естественно, было тормозиловое движение по основе улицы, как мы двигаемся по улице Агинского. Так вот, это позволило нам оптимизировать количество выездов. Второе то, что наличие дороги-дублера позволило обустроиться дополнительными парковочными местами. То есть выполнить строительство парковок, открытых, вот как мы видим впереди, в принципе, видно, машины припаркованы не только во дворе, но и снаружи. Ну, соответственно, я, честно говоря, не видел ни разу проблем с парковкой. Есть проблемы с ленью человеческой, когда кто-то ленится, припарковается автомобиль чуть подальше от дома, пройтись там 30 метров, подышая свежим воздухом. Ну, вот в этом проблема есть. А в количестве парковочных мест, я готов поспорить с любым, здесь такой проблемы нет. То есть сейчас ты рекламируешь Альчанку? Безусловно, элитный микрорайон со своими особенностями. Вот такую дождливую погоду, наверное, можно заехать на заправки Беларусьнефть. Дорога-дублер, как ты говорил, мы ее сейчас попробуем испытать, прямо на нее повернем, покажем, что это. Так, к слову, могу сказать, что, когда ее строили, строили в бетонном исполнении, не в асфальтном. Это одна из особенностей этих дорог. Человек видит, что у него уступит дорогу? Нет, не видел, что у него уступит дорогу. Кстати, вот тоже особенное было. Потом обязательно вернемся, покажем. Там был знак и уступит дорогу. Я был готов, на всякий случай, много держал на педали остановочного тормоза. Да, дороги-дублер, они действительно выполнены из материалов, которые отлично привычны для нас материалов. И первое время я для себя думал, наверное, это хуже. Но пережив несколько зим, я однозначно могу сказать, что это лучше. Потому что, если обратить внимание, оно напоминает мелкую-мелкую-мелкую гребенку. Во-первых, если разогнаться посильнее, это немножко приносит дискомфорт, вот этот гул, жужжание, вибрации. Соответственно, быстро здесь ездить ни в коем случае не надо. Мы видим, ну, пускай один малыш идет, потому что большинство, наверное, уже в школе. Но здесь передвигается большое количество детей. По сути, мы проехали пол микрорайона по дублеру. Да, и выехали обратно на, скажем так, на главную дорогу кольцевую вокруг Ольшанки. Надо подобрать специальный еще термин, кстати, этой дороги. Андрей, ну давай вот здесь остановимся. Мы по этой улице дублеру проезжали, и проезжали насквозь весь микрорайон. Было ощущение, что мы едем по-главное. При этом хочу обратить внимание, что и слева, и справа при обречении вот с этим выездом стоят знаки уступить дорогу. То есть, когда мы едем по улице дублера, мы должны перед такими выездами, получается, уступать движение тем транспортным средствам, как мы, которые выезжают уже на улицу Агинска в данном случае. Мы сейчас видим на коротком участке, в ту сторону, если проедем, напротив большого магазина, есть точно такой же перекресток, но организация дорожного движения там иная. Для нашего направления там будет уступить дорогу, а вот это будет главный. Так вот, мы наблюдаем, изучаем, и уже фактически принято решение делать однотипно, чтобы не вводить водителей в заблуждение вот по такому принципу. То есть, этот дублер, он будет второстепенный. Почему это делается? Потому что мы сейчас не видим, потому что в основном автомобили находятся на работе вместе со своими владельцами, водителями. Здесь, как правило, уставлены автомобили на этом дворовом проезде. И очень сложно выехать на дорогу, если это будет второстепенное. Если это главное, нам будут мешать автомобили, которые все подъезжают, подъезжают, а автомобиль с главной дороги, с улицы Агинского, съехал во дворы и желает проехать в прямом направлении. Он сделать этого не может, потому что здесь припаркован автомобиль, и второй выехал ему навстречу. А выехать дальше на перекресток он не может, потому что он должен уступить дорогу. Мы с вами что-то похожее проходили на перекрестке Брикеля, когда рассматривали выезд со дворовой территории. И говорили, что есть юридическое право проехать, а есть некое водительское право первее проехать, освободить перекресток, чтобы его разгрузить. Соответственно, если этот водитель со второстепенной не выйдет туда, он не сможет разгрузить перекресток основной большой. Обратно на Ольщанку, назовем так, остальные пятифабрики, чтобы было понятнее. Слева у нас южные, справа Ольщанка. Сразу предлагаю обратить внимание, что у нас впереди горка, и мы не видим, есть ли там какие-то транспортные свиста на перекрестке. Порой водители, завидев мигающий сигнал светофора, либо предполагающие, что он горит долго и уже скоро сменится, они ускоряются. Это проблема. Это плохая идея ускориться. Они разгоняются, и водители, которые поворачиваются с противоположного направления налево, они бы и хотели уступить дорогу, предоставить преимущество, но порою объективно у них не хватает времени. Они выезжают, смотрят в рамках, скажем так, того, что горка позволяет видеть, смотрят. Нет автомобилей приближающихся. На скорости 60 км в час они бы увидели, если бы тот ехал 60. Но если водитель едет 70-80, а то и под 100 км в час, его объективно очень сложно, а порой невозможно заметить. Поэтому летит прямо, поворачивает налево, происходит столкновение. Скорости высокие, перпендикулярные столкновения, опять же, они, как правило, чреваты. Делать так не стоит. Многие уже забыли, а некоторые, может быть, даже и не знали. Когда с главной, если выезжать вот сюда, то мы сталкиваемся с ситуацией, когда... Помеха справа. Мы рассматриваем эти два перекрестка как самостоятельная перекрестка. Первый перекресток, водитель лежает, действительно, как вы говорите, с главной дороги и попадает тут же на перекресток равнозначных дорог. Водитель, который поворачивает оттуда и желает проехать прямо либо налево, и мы в это время появляемся и желаем проехать к светофору, у нас преимущество. У нас преимущество, а у него помеха справа. Но надо помнить, даже если вы знаете о том, что у вас есть преимущество, все-таки посмотрите за действиями водителя. Знает ли он это? Помнит ли он это? Может, он и хороший водитель, но подзабыл это правило. То есть, по сути, здесь у нас равнозначный перекресток, у нас нет дорожных знаков, и водитель за главной дороги поворачивая, вполне возможно, он будет уверен, что расследование на главной был... По инерции, скажем так, по инерции, по скорости. Мы показали ситуацию, что даже главная имеет, меняет, скажем так, статус, в них на некоторых перекрестках, а здесь однозначно попадает на равнозначность перекресток. Но мы должны были сами убедиться, во-первых, а наш выезд не сделает затор, когда мы разбирали. На перекрестке. Да, и второй момент, водитель, который поворачивает, знает ли он, помнит ли он ту ситуацию, когда он должен уступить дорогу. Да, даже в таких мелких ситуациях, фактически при движении по дворовой территории, надо всегда контролировать ситуацию и пытаться ее спрогнозировать. Кстати, Сергей, мы, наверное, с вами сделаем одну отдельную программу по безопасной скорости. Мы очень часто говорим, что такое, что надо соблюдать безопасную скорость, но мало говорим о том, какие факторы необходимо учитывать при ее, собственно, выборе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Новый микрорайон, широкие дороги, дороги-дублеры. Сергей, а проблемы некоторые стали старыми. Это человеческая лень, которая мешает припарковать нормально автомобиль, и второе, это невнимательность, которая порой мешает.